Здравствуйте, братья и сестры! На библейском портале «Экзегет» мы вместе с вами беседуем про такой вот праздник — собор святого Иоанна Претечи. И, может быть, поначалу даже непонятно, что это за собор, когда он был и вообще о чем идет речь. А дело все в том, что после вот каждого большого праздника на следующий день обязательно отмечается еще один праздник — собор главного действующего лица, который вот участвовал в этом празднике. Вот только что было крещение Господне, а кто крестил Господа Иисуса в Иордане? Крестил святой Иоанн Претечи. Поэтому на следующий день как раз вот и празднование посвящено именно ему, Претечи Господне, потому что он и был тем, кто крестил Господа, крестил Спасителя. И, соответственно, ну вот такое название — собор, да, не в том смысле, что это собрание каких-то иерархов, которые заседали, а в том смысле, что мы сами вот молитвенно собрались почтить память святого Иоанна Претечи, который в окружении своих учеников тоже такой вот духовный святой собор небожителей вокруг святого Иоанна Претечи. И на самом деле Иоанн Креститель — это уникальный такой святой. Он первый среди рожденных на земле, но при этом он всегда остается в тени. Вы не встретите много храмов, вот специально посвященных святому Иоанну Претечи. Есть, конечно, такие храмы, есть иконы ему посвященные, но он как-то вот специально, как будто вот специально всегда остается в тени. Почему так? Потому что еще при жизни своей он... Ведь главная-то его в чем была миссия? В том, чтобы подготовить народ к встрече Господа, Спасителя. И он говорил, что вот когда уже Спаситель пришел, что я всего лишь друг жениха, который в стороне стоит и радуется, и теперь-то радость моя исполнилась. Когда пришел сам Спаситель, Сын Божий, воплотившийся, то я могу уже, радуясь, отойти в сторону, а все пусть идут ко Христу и во Христе, обретут истинную, нескончаемую радость. И вот такая-то вот как раз скромность святого Иоанна Претечи, вот это вот удивительное его смирение, что он все время в тени, именно это его и вывело на самом деле на первое место. Поэтому, когда мы смотрим на иконостас, то мы знаем, вот есть пять ярусов иконостаса, и на самом деле центральный ярус — это, ну, третий ярус где-то, иногда он как второй, деисис, моления. И там что? В центре сам Спаситель, справа от Спасителя Божия Матерь, понятно, она честнейший Херувим, славнейшая без сравнения Серафим, а вот с левой стороны святой Иоанн Претечи. Он самый близкий к Господу, он тот, кто сподобился прикоснуться Спасителю, исполнить вот эту вот всякую правду, как было предсказано, и на чем Спаситель настаивал. И святой Иоанн Претечи, мы знаем о нем, что, конечно же, он строгий аскет. Он практически вот не питался той пищей, которой, ну, обычно люди питаются, он там, акриды или дикий мед в пустыне. Он носил очень грубую одежду из верблюжьей шерсти. Это очень жесткая такая вот одежда, она и зимой-то толком не греет. Конечно, там не такие зимы, но все равно холодно и не может спасти от всех палящих лучей солнца. Он носил кожаный пояс, это символ умерщвления страстей, но при этом сам святой Иоанн Претечи от своих учеников не требовал вот такой вот крайней аскетичности, строгости. К себе он был строг, а к другим он был достаточно снисходителен. А в чем вот это вот снисходительство? Да очень просто. Вот мы даже можем прочитать, как святой Иоанн Претечи обращается к простым людям. Вот спрашивал его народ, что же нам делать? И святой Иоанн не говорит, что уходите в пустыню, да, ведите такой крайне аскетичный монашеский образ жизни. Он им отвечает, у кого две одежды, тот дай неимущему. И у кого есть пища, делай тоже. То есть не замыкайся только вот на себе. Что-то есть у тебя, старайся делиться, потому что только открытое сердце, оно и будет на самом деле счастливо. Если ты замкнут на себе, то всегда будешь чем-то обижен, ущемлен, всегда будет в тебе недовольство. И это путь к сплошным жизненным несчастьям. А вот еще интересно, пришли и мытари креститься. А ведь мытарей не уважали в народе. Это были сборщики налога, и они собирали не для себя, а для римлян. И многое отнимали у своих собратьев. Вот они спрашивают, учитель, что нам делать? Он отвечал им, ничего не требуйте более определенного вам. То есть, да, свою должность исполняйте, то, что вам повелено. Но сверх этого ничего не берите. То есть, никаких взяток. Не пытайся на чужом горе нажиться вот как какой-то корыстью. И это для нас тоже урок. А вот спрашивали его также и воины, а нам что делать? И святой Иоанн не сказал, оставляйте оружие, уходите там по домам, потому что, ну, вот такие условия нашей жизни, что, конечно, мы призваны защищать Отечество. И мы должны, когда нужно, вставать на охрану своего государства, и для этого бывает нужно и оружие, вот как вот этим воинам. Но при этом святой Иоанн говорит, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. То есть, во-первых, не причиняйте кому-либо обид, то есть не пользуйтесь своим положением, что вот у вас есть оружие, а у других людей нет, и поэтому вы можете причинить какую-то им обиду. Не клевещите ни на кого, вот как часто бывает, что идет соперничество, и один на другого наговаривает, чтобы его место занять. Ты довольствуйся тем, что тебе дано. Прежде всего, довольствуйся своим жалованием, то есть вот что есть, и слава Богу. И вот тут как раз святой Иоанн Претечи, он что нам пытается сказать? Что на самом деле тут спасение, оно недалеко от каждого из нас, и не требуются какие-то вот сверх превосходящие подвиги, а нужно просто вот даже вот жить по совести, исполнять те обязанности, которые на тебя возложены, ну и, конечно же, проявлять такую вот жертвенность по отношению к ближним. Вспоминая собор святого Иоанна Претечи, хочется еще что отметить, что Иоанн Креститель — это образ такого вот подлинного духовничества. К великому сожалению, это распространено и среди людей, и, к сожалению, среди некоторых священников, вот часто возникает такой вот культ духовника, когда появляется какой-то священник, который действительно он хорошо исповедует, он может разрешить какую-то твою жизненную ситуацию, или какой-то яркий проповедник, который незаурядно говорит, или еще какой-то вот учитель, наставник, лекции которого нескучные, а очень выразительные, и все его слушают, и невольно начинает возникать вот такой вот культ этой конкретной личности, и вот такие вот поклонники, они говорят, что вот все остальные для меня это вот ничто, а я вот только вот его там слушаю, только у него спрошу совета, только к нему приду, и таким образом невольно возникает вот этот кумиротворчество, и такой кумир-наставник, он заслоняет собой Христа. И уже получается так, что он не ко Христу ведет людей, а к самому себе, и люди ошибочно начинают вот именно его почитать, этого земного вполне человека, вместо Господа, о котором он, может быть, и сам проповедует. А вот святой Иоанн Претечий, он как раз показывает нам пример подлинного духовничества, подлинной проповеди, учительства, когда он своих собственных учеников перенаправляет к Господу. Мы знаем, что первые апостолы это, апостол Андрей Первозванный, Петр Первоверховный, Иоанн Богослов, брат его Иаков, они были ученики Иоанна Крестителей. Но как только встретили Христа, то вот они и идут к Господу. И сам Претечий говорит, вот он, Агнец Божий, который берет на себя грех мира, ему должно расти, а мне умоляться. То есть не я сам по себе что-либо значу, а значит, Сын Божий, который пришел ради нас. И поэтому вот именно в этот праздник давайте и подумаем, может быть, мы сами тоже кого-то вот слишком кумиротворим, идеализируем, а это потом непременно обернется разочарованием, когда мы встретим или какую-то ошибку этого духовника, или мы увидим, что вот этот вот проповедник произнес что-то, с чем мы уже не согласны, и происходит такое вот обрушение у нас внутри каких-то авторитетов. А если бы мы трезво относились, мы понимали, что он всего лишь служитель Божий, и он тоже стоит в стороне, а в центре Христос, в центре всей нашей духовной жизни, наш Спаситель, а остальные — это только его ученики, у которых есть свои немощи, свои недостатки, и они тоже должны остаться в тени, вот как оставался в тени сам святой Иоанн Претечи, первый среди святых и ветхозаветных, и новозаветных. Так что об этом стоит особо подумать. Ну и завершая нашу краткую беседу, хочется вот обратить внимание на такую интересную вещь, что вот Иоанн Креститель, он встречает Господа на Иордане, и он говорит в таком трепете душевном, «Мне надо креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» То есть не я должен тебя крестить, а по большому счету я должен принять крещение. Но Спаситель его останавливает, говорит, так нам должен исполнить всякую правду, и принимает крещение. А что же сам Претечи? Выходит, он не был крещен, и он так и умер некрещенным? И святые отцы, они дают нам ответ, что самая вот мученическая смерть святого Иоанна, она и была для него крещением. Она стала для него крещением крови, как это мы видим в древности в отношении многих первохристианских мучеников. Бывало так, что кто-то желал принять Христа, он уверовал, но чисто физически у него не было возможности креститься. не было рядом священнослужителя, не было воды, но он уже исповедует Господа Иисуса Христа, его казнят, допустим, ему отрубают голову, или там распинают на кресте, или еще какие-то муки. И вот это вот мучение, страдание, и становилось для таких мучеников крещением крови, и они тоже включены в святцы. Так вот, святой Иоанн Креститель, который говорил, «Мне надо бы накреститься о Тебя», а Спаситель тоже вроде бы его останавливает. То есть опять-таки здесь он в тени, как бы отодвинут в сторону. На самом деле он крещен своей собственной кровью, своим исповеданием Господа Иисуса Христа за счет своей верности правде и истине. И поэтому он на небесах. И постараемся вот от сердца ему тоже обращаться в наших молитвах, чтобы святой Иоанн Претеча укреплял нас в нашей текущей жизни и помогал нам жить, ну, прежде всего, даже просто по совести, никого не обижая, да, не произнося никакой клеветы и довольствуясь своим жалованием. Аминь. С праздником, дорогие братья и сестры! Субтитры создавал DimaTorzok